МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с проведением капитального ремонта магистральных тепловых сетей по Первомайскому проспекту с 25 июля до 29 августа будет ограничено движение транспорта от дома номер 41 до дома номер 35. С закрытием двух полос движения в сторону Площади Победы и двух полос движения в сторону Площади Ленина. Общая протяженность участка 582 метра погонных, диаметр труб 500 миллиметров. Данный участок был введен в эксплуатацию в 1964 году. Последний ремонт на этом участке был проведен в 1995 году, то есть 25 лет уже сети отработали. И для того, чтобы нам своевременно, качественно оказывать услуги для наших потребителей, это теплоснабжение и горячая вода, было принято решение, что данный участок уже изношен и необходимо производить его капитальный ремонт и замену. Ремонт участка будет производиться от начала гостиницы Первомайской и закончится, немного не доходя до Площади Победы. Место проведения работ будет огорожено, обозначено соответствующими знаками. Движение городского пассажирского транспорта будет изменено. Напомним, что участок трубопровода является магистральным и его отключение в случае аварийной ситуации приведет к существенному снижению тепловой эффективности отопительных устройств большого количества потребителей железнодорожного района. Среди них 39 жилых объектов и 27 социального фонда культурного и иного назначения, в том числе больницы, два детских сада и школа. Как отмечают в муниципальном предприятии РМПТС, ремонт участка магистральных трубопроводов от дома номер 35 до дома номер 41 по Первомайскому проспекту будет произведен для обеспечения надежной работы тепловых сетей на долгие годы, а также в рамках их подготовки к отопительному периоду 2020-2021. Концепция праздничного оформления городской среды разрабатывается в Рязани ежегодно. При выборе итогового варианта проводятся различные фокус-группы, по результатам которых принимается коллегиальное решение. С целью создания праздничной атмосферы в городе планируется оформление рекламных поверхностей, остановок общественного транспорта, билбордов, а также объемно-пространственных конструкций. В этом году организаторы ушли от темы городских зданий и сооружений в центре внимания люди – молодые рязанские семьи. Перед празднованием Дня города в администрации Рязани прошла встреча с семьями, участвующими в проекте праздничного оформления города. Люди, отображающие на плакатах семейные ценности и преемственность поколений, рассказали, почему решили принять участие в проекте. Мы с плакатом будем поздравлять с днем рождения этими фотографиями в наш любимый город. Дизайнер Николай Виноградов рассказал, что в основе концепции оформления города заложены три принципа – искренность, многовекторность и легкость. За основу взята была палитра российского триколора нашего, в который вложили какие смыслы. «Голубой» – это душа, мечты, будущее, это лирика и, в общем-то, все тонкое, что нас окружает. «Красный» – это страсть, энергия, драйв. И историю, преемственность символизирует традиционный для Рязани охристый цвет. Для плакатов, которые уже украшают Рязань, были выбраны легкие образы. Один из кадров «Семья на воздушном шаре» особенно символичен. В этом году городской клуб воздухоплавания отмечает 30-летие. Доброй традицией для города стал и летний праздник воздухоплавания «Небо России». Рязань известна в стране не только как родина Сергея Есенина, но и как крупный промышленный центр. На территории региона много предприятий, побочные эффекты которых – загрязнение атмосферного воздуха и питьевой воды. Экологи-активисты разработали проект «Экомониторинг», подразумевающий системный и общественный контроль за соблюдением норм на предприятиях. Принять непосредственное участие в работе может абсолютно каждый житель региона. В чем плюс этой площадки, этого проекта, он наглядный, и он не обязывает самих жителей кого-то звонить, ГОЧС, упрашивать, или стоять в очереди к этой трубке в 3 часа ночи, когда выбросы по ночам происходят. Человек приходит, регистрируется, заполняет соответственную запись в воздухе. Проект уже запущен при поддержке партии «За правду». Проблема стоит остро, поэтому председатель партии предложил сосредоточиться на нескольких вопросах, требующих внимания, и интенсивно заниматься именно ими. И у меня установка по отношению ко всем регионам одна и очень простая. Мы говорим и презентуем только те задачи, те проекты, которые мы в состоянии тащить не до выборов, а, собственно, всегда. Да. И я, как уроженец Рязанской области, и как человек, у которого мама здесь живет, я, конечно же, прямую ответственность несу перед моей многочисленной роднёй, которая по всей Рязанской области проживает. Особое внимание движение «За правду» обращает на проблему загрязнения ВОД. Активисты партии составили эко-петицию. На диалог с представителями партии вышли менеджеры РНПК. Ведутся переговоры, и уже на начальном этапе партийцам удалось найти первые конструктивные решения. Особое беспокойство вызывает ситуация с питьевой водой. Были неоднократные жалобы, все про это знают. Специалисты называют среди основных проблем – это изношенность самой системы, неудовлетворенность в состоянии очистных сооружений. И одним из важных моментов – это вывод из эксплуатации большого количества артезианских скважин, положенных на территорию ВОД Рязани. Лидер движения Захар Прилепин с готовностью взял на себя ответственность выступить посредником и проводником в диалоге между обществом, властью и предприятием. Такая схема работы позволит максимально контролировать процессы, которые пока не прозрачны для общества, и достичь реального результата в виде чистого воздуха и гарантированно безопасной питьевой воды в регионе, а следовательно и повышение уровня жизни каждого из нас. Старинный Астраханский мост, расположенный на улице Ленина, в Рязани требует реконструкции. Об этом говорят множественные разрушения, которые на нем происходят. Местами проваливается плитка. Кроме того, можно заметить, что с обеих сторон моста накренились ограждения. В то же время многие рязанцы ждут, что этот мост будет приведен в порядок. Помимо этого, горожан интересуют, будет ли воплощен в реальность план о создании прохода под мостом, который смог бы соединить право-лыбецкий и лево-лыбецкий бульвары. В августе текущего года планируется приступить к работам по первому этапу реконструкции данного сооружения. Работа по второму этапу будет продолжена в следующем году. В данный момент уже проводятся некоторые работы для облегчения эксплуатации объекта. На месте появилась большая труба, которая позволяет избавить мост от накопления дождевой воды. Таким образом, предотвращается дальнейшее его размытие, а как итог – проседание плитки. С целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также с целью водоотведения на мосту в районе цирка были проведены работы по установке лотка, который обеспечит безопасность самого объекта. Также в августе текущего года планируется заключить муниципальный контракт на выполнение работы по реконструкции данного сооружения. В ближайшее время будет утверждена проектная документация, после чего будет выбран подрядчик, который займется реконструкцией моста. По мнению экспертов, объект очень лаконичный, впишется в новый облик центра города. Ведь совсем недавно внешний вид Лыбецкого бульвара кардинально изменился. Около Рязанского цирка появился красивейший сквер для прогулок. С другой стороны Астраханского моста также можно увидеть преображение. Появилась детская площадка, оборудованные места для прогулок и отдыха. Таким образом, уже в скором времени рязанцам и гостям города станет еще приятнее проводить время в центральной исторической части города со своими друзьями и семьями. Обычное известие о том, что в скором времени в городе будет производиться ремонт канализационных коллекторов, у горожан вызывало мысли о скором перекрытии проезжей части. При этом люди понимали, что это затянется надолго. Начиная с прошлого года в Рязани начали производить ремонт с использованием новых технологий, с привлечением специалистов из Ростова-на-Дону. При этом происходит перекрытие совсем небольших участков автодороги. Методика надежная на трубу гарантия от завода 50 лет. Выполняется методом протаскивания трубопровода в существующий трубопровод. Потом при подаче пара идет раскрытие трубопровода. Имеет свою несущую способность память труба. Когда она раскрывается, свою память принимает и остается в рабочем состоянии. Для того, чтобы провести новую трубу из полимерных материалов через старые металлические или керамические трубы, нужно отключить очередной участок от колодца до колодца, чтобы сточные воды не мешали работам. Установлены насосные канализационные станции для перекачки канализационных стоков. Два байпаса обводных линии для отвода стоков. Отсечен участок для производства работ на момент санации. Каждый участок трубы, которую нужно установить, измерялся заранее. Их замена производится от одного колодца до другого. Ростовская фирма в том числе занимается и заменой старых колодцев на новые. Что интересно, полимерные трубы не стыкуются между собой. Их соединение происходит в колодцах. Санация данного участка приведет к улучшению работы канализационного коллектора, его пропускной способности, улучшению скольжения, то есть к ликвидации засоров и вытеканию стоков на улицу и подтоплению домов. К тому же при этой методике не приходится перекапывать половину улицы. Для работ необходимо раскопать только те участки, где расположены два соседних колодца. После этого с помощью специальной машины происходит гидродинамическая промывка старой трубы. Уже после этого в нее вставляется новая труба, которая благодаря парогенератору подходит для разных диаметров труб. В прошлом году в Рязани уже были произведены такие работы в Советском и Октябрьском районах. Сейчас же идет ремонт участка от улицы Гоголя до Высоковольтной. Как говорят эксперты, здесь ремонт был необходим. Коллектор за последние несколько лет пришел в состояние износа. Очень часто на этом участке, полтора километра от Стройкова до Высоковольтной, возникают засоры, которые приводят к подтоплению частного сектора, дорожного покрытия, разрушения соответственно и так далее. Поэтому было принято решение о санации данного коллектора диаметром 400. Теперь люди, проживающие в районе тех участков, где производится замена труб новым методом, надолго забудут о неприятностях с канализацией. В дальнейшем Рязань планирует также применять современные технологии для улучшения качества жизни людей. В настоящее время работы проводятся под строительно-техническим контролем ведущих инженеров муниципального предприятия «Водоканал» города Рязани. В 2019 году был завершен первый этап реконструкции верхнего парка в центре города Рязани. Большинство дорожек были выложены тротуарной плиткой, отреставрирован памятник Сергею Есенину, в парке появились клумбы и выполнено ландшафтное озеленение. Этим летом запланирован второй этап благоустройства верхнего парка. В текущем году запланирована работа по устройству освещения и установке малых архитектурных форм. Также в этом году планируется пока устройство детской игровой площадки. Рассматриваются возможности уже со стороны администрации. Уже заключен контракт с фирмой-подрядчиком, которая будет выполнять работы по реконструкции парка. Работы планируются начать в ближайшее время. 17 июля заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООСК «Вираж». По контракту срок выполнения работ до 30 сентября. Администрации города Рязани разработана проектно-сметная документация, из которой следует, что второй этап благоустройства парка предполагает установку урн, скамеек, освещения. На реализацию второго этапа реконструкции парка планируется выделить из средств федерального бюджета 30,5 миллионов рублей. На 2021 год запланирован третий этап реконструкции Верхнего парка. Он предполагает полное завершение работ по устройству детской площадки, ландшафтному озеленению и системы видеонаблюдения по периметру всего парка. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанцы заметили, что перед прошедшими выходными на Куйбышевском шоссе были отменены почти все повороты налево. И уже в пятницу здесь можно было наблюдать большие заторы. Он никогда здесь поворот не мешал никому. Пробки создаются из-за светофора, а не из-за поворотов. Чем меньше светофоров, тем меньше нет, меньше пробок будет. Раньше автомобилистам было удобно разворачиваться на Куйбышевском шоссе. В сплошной линии было много разрывов для этого. Теперь осталось лишь два. Еще один, третий, выглядит рукотворным. Вероятно, белую сплошную линию сделали пунктирной с помощью черной краски сами рязанцы. Но не все рискуют здесь поворачивать. Многие люди в недоумении от происходящего на дороге. Все привыкли к другим условиям. Конечно, я время трачу, я объединю трачу. И как бы я, может быть, даже правила нарушаю, потому что я не знаю, где дальше поворот. Я не в курсе. Теперь простые жители и дальнобойщики вынуждены совершать большой разворот, чтобы приехать к нужному пункту. С одной стороны люди упираются в светофор. С другой, некоторым автомобилистам теперь приходится совершать вынужденные петли через мост. Многие не могут даже повернуть теперь. И большим грузом приходится выезжать в центр, чтобы развернуться. И получается, и мне неудобно. Вот многие стали нарушать даже. Хуже всего приходится тем, кто работает в этом районе. Бизнесмены начали терять клиентов. Хотя предположения о том, зачем были закрашены повороты, у коммерсантов есть. Я думаю, для того, чтобы не было левого поворота автомобиля, то есть не задерживать движение. С одной стороны правильно, но как попасть на объект, это второй вопрос. Народ лишний раз уже в сервис не повернул. Они лучше поедут дальше куда-нибудь, где-нибудь по той стороне найдут. А многие отказываются в магазин даже заезжать. Ну зачем заезжать, если здесь надо сейчас развернуться, потом искать поворот, опять ехать в центр, чтобы развернуться в город, из города выехать. Бизнесмены говорят, что покупатели уже начинают искать альтернативу находящимся на Куйбышевском шоссе организациям. Между тем, здесь находятся и государственные учреждения, например, судебный участок, отделение пенсионного фонда, которым теперь стало сложно проехать автомобилистом. Жену отвез в налоговую, как бы очень неприятно оказалось. Я обычно поворачивал вот там, поворачивал, да, перекрыли линию, я вынужден ехать был дальше. Так что очень плохо. С другой стороны находятся рязанцы, которые не часто бывают в этом районе, и особых неудобств они пока не испытали. Возможно, снижает аварийность в какой-то части. Стоит отметить, что знаков, запрещающих повороты в бывших местах разрывов, на Куйбышевском шоссе пока нет. Да и основная сплошная линия на фоне новых нарисованных полосок становится все менее заметна. Возможно, рано или поздно ее вовсе перестанет быть видно, и люди придумают для себя новые повороты на этой дороге. В декабре 2017 года застройщик ООО «Иншстрой» должен был получить разрешение на введение в эксплуатацию дома номер 34 на улице Баженова. Но он не успел закончить строительство многоэтажки. Спустя время он получил разрешение на продолжение строительных работ, которые должны были закончиться осенью 2018 года. Застройщик и в этот раз не завершил строительство к намеченному сроку. Недовольные собственники квартир по этому вопросу обратились в Министерство строительства Рязанской области. Когда мы пришли в декабре 2018 года в Минстрой и сказали о своей проблеме, нам ответили, а откуда вы вообще взялись-то? Мы не знали, что вот такие есть. Уже губернатор с высокой трибуны сказал, что мы должны вот-вот закончить проблему дольщиков в Рязани. И понеслось. Мы ходили много раз в Минстрой, потом Минстрой создал Рязанский областной фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Он тоже стал работать. Мы тоже к нему ходили. Изначально земельный участок под строительством многоэтажного дома был выделен застройщику на условии того, что Инжстрой должен был в обязательном порядке предоставить квартиры жильцам рядом стоящих аварийных домов по программе переселения. На настоящий момент собственники своей квартиры не получили. А в старых домах нет условий для проживания. Они находятся в полуразрушенном состоянии. В итоге у нас дома все рухнули. От того дома, вот от 32-го, половина вообще не осталось. Там стены упали, потолок провалился. Но мы в этих домах жить не можем. В итоге мы не получили жилье. И в этих домах мы жить тоже не можем. Мы живем все на съемных квартирах. И так же, как дольщики, ждем, когда этот дом построят. Осенью 2018 года строительство многоэтажного дома окончательно остановилось. На тот момент он был построен на 85%. И таким остается до сих пор. 10 февраля 2020 года застройщик Инжстрой был признан банкротом. По словам дольщиков недостроенного дома, ни одна из строительных компаний пока не берется за завершение строительных работ. И когда собственники получат свои квартиры, неизвестно. В настоящее время дом на улице Баженова включен реестр проблемных домов. Из-за банкротства застройщика необходимо провести тендер. И выбрать новую строительную организацию, которая завершит строительство дома. Соответственно, определенную сумму денег на завершение строительных работ новый застройщик должен получить из средств федерального бюджета. Также выяснилось еще одно обстоятельство. Региональный Минстрой сдачу дома номер 34 на улице Баженова перенес на 2021 год в связи с пандемией. Из-за коронавируса работа Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства заморозилась. Поэтому сроки восстановления прав дольщиков сдвинулись на 2021 год. Теперь дом планируют сдать до 1 апреля следующего года. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности главы города Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного бывшего начальника управления энергетики ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор-62» Михаила Пузанова. Они обвиняются в совершении растраты бюджетных средств города Рязани. В 2018 году между фирмой Пузанова и мэрией города был заключен муниципальный контракт на строительство спортивной площадки. Однако на момент подписания акта выполненных работ установка объекта даже еще не начиналась. Несмотря на это, по указанию Карабасова, Ковалев подписал акт, на основании которого фирма Пузанова необоснованно получила 4,5 миллиона рублей за якобы выполненные работы. О данной ситуации правоохранительные органы узнали после того, как журналистка из Рязани сообщила о произошедшем президенту России Владимиру Путину на одном из медиафорумов. Своевременные действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего и дачи правовой оценки действиям вышеуказанных лиц позволили в дальнейшем не допустить хищения денежных средств при завершении работ по благоустройству города Рязани. В данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру, для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Строгий внимательный взгляд выдает многолетнюю привычку вникать в детали и замечать все. Следователями становятся люди, наделенные железным терпением, выдержкой, высоким интеллектом и готовые к сложностям. Призвания. Иначе в эту сезю не попадают. Григорий Коновалов – имя, которое часто можно услышать в репортажах и встретить на страницах газет. В его послужном списке немало громких историй. Именно Григорий Константинович руководил группой, которая расследовала убийство ветеранов в сентябре прошлого года супругов Макеевых. Дело было не раскрыто. Имело большой общественный резонанс. Было совершено в условиях неочевидности. Свидетелей для очевидцев не было. Поэтому доказательства собирались по крупинкам. Хотелось бы отметить работу оперативных сотрудников, благодаря которым это преступление было раскрыто. Была обнаружена видеокамера на ближайшем доме, где изъято видео. Сотрудники просмотрели это видео. На нем был писал молодой человек, который, по их данным, уже ранее привлекался за кражу. Стали его отрабатывать, нашли, установили местонахождение, изъяли ряд предметов, на которых были обнажены его биологические следы. И тем самым в последующем дал признательные показания. Напомним, тела 91-летнего Павла Макеева и его супруги, 89-летней Риммы, родные обнаружили 26 сентября. Пенсионеров убили в собственной квартире ударами по голове. Мотивом преступления, как выяснилось позже, было ограбление. Сейчас дело уже рассматривают в суде, а обвиняемому 20-летнему рязанцу грозит пожизненный срок. Дело санатория «Сосновый бор» тоже расследовал Коновалов. В 2016 году о сотрудниках санатория, которые не получают зарплату, узнали во всей стране. В ходе расследования потерпевшими были признаны порядка 300 человек, практически все работники предприятия. Задолженность была очень большой. На момент завершения следствия она составляла 16 миллионов. На приноченном этапе директор предприятия также пытался всячески избежать ответственности, говоря о том, что не было денежных средств в бюджете организации, чтобы выплатить заработную плату. Однако был установлен в ходе расследования и в ходе проведения бухгалтерской экспертизы и денежные средства в санатории были. И тратились они на иные нужды, нежели на выплаты заработной платы. Тогда следствием были приняты меры. Арестованы имущества, транспорт, здания. Приставы реализовали это имущество, а люди получили свои денежные средства. Виновным признали директора предприятия. А еще ранее, в 2012-м, Григорий Константинович вошел в состав следственной группы, которая занималась разбором беспорядков в Москве, когда были волнения на Болотной площади. Принимал участие в расследовании данного уголовного дела. Бригада была большая, порядка 150 следователей из Центрального федерального округа. Работа была интересная, были обширные мероприятия. Запомнилось мне это проведение массовых обысков у подзреваемых лиц. Проводили их в 6 часов утра по всей территории Москвы, Московской области. Было задействовано порядка 500 сотрудников. Это сотрудники СОБРа, кинологическая служба ОМОНа. В органах Григорий Коновалов вот уже 22 года. Следователем трудится более 18 лет. Путь его был определен еще в детстве. Отец-милиционер заразил своим примером, и Григорий пошел по его стопам. Сейчас он шутит о том, что для своей семьи является папой выходного дня. С двумя дочками видеться удается лишь выходные. Ведь на работу он уходит, когда они еще спят, а приходит, когда уже уснули. Но девочки, рассказывает Григорий Константинович, хотя еще совсем маленькие и не до конца понимают всего, уже очень гордятся папой. Марина Ковиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На первый взгляд, незначительные технические неисправности автомобиля, как неисправность рулевого управления или тормозной системы, могут привести к тяжким последствиям на дороге. Изначально вина лежит на водителе, потому что его халатное отношение к состоянию своего автомобиля часто приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. И как следствие, к большому числу ДТП со смертельным исходом. Инспекторы ГИБДД в штатном режиме проводят рейды по выявлению возможных неисправностей у автомобилей. Госавтоинспекция совместно с Ростехнадзором проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений составногоных Prayer по средствам, а также транспортных средствам, занимающихся коммерческими перевозками, в том числе перевозками людей. На Солодчинском посту ДПС сотрудники госавтоинспекции совместно провели рейд по выявлению технических неисправностей у автомобилей. Полицейские проверяли грузовые фуры, автобусы, маршрутные такси. Основные нарушения, на которые инспекторы обращают действительное внимание, это неисправность рулевого управления, неисправность тормозной системы, нарушение правил перевозки и разума. Неисправная тормозная система у крупных грузовых автомобилей практически всегда приводит к серьезным авариям. В июне этого года в Челябинской области из-за неисправных тормозов грузовик протаранил пять автомобилей. В итоге погибло два человека. По итогам рейда инспекторами ГИБДД было составлено один из протоколов по административным нарушениям. Также один автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Семен Иванов, телекомпания «Город». С начала этого года было немало новостей о сбитых на трассе лосях. В этом году лосенок погиб недостоиво, перепрыгнул через забор, споткнулся и упал. Непредсказуемость животных – главная опасность для водителей. С начала года на территории Рязанской области произошло 62 дорожных транспортных происшествий, связанных с наездами на животных, в котором один человек погиб и 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Ну и естественно, что травмы различной степени тяжести получают при наезде до достаточно крупных животных, таких как лось, косуля, либо домашний скот, таких как корова. И при попадании, соответственно, при столкновении с ним, вся эта масса падает на лобовое стекло, где не получить травмы, наверное, достаточно проблематично. Выбегающий внезапно на дорогу лось – большая опасность. Спастись можно, соблюдая определенные правила. Если перед вами трасса через лес, и вы видите знак «Дикие животные», то ограничение скорости – это руководство к действию, особенно в ночное время. Чем ниже скорость, тем больше шансов успеть оттормозиться. Знак «Дикие животные» ставится не просто так. На таких участках внимательно следите за дорогой, просматривайте обочины и встречную полосу. Раньше заметите животное, больше времени на реакцию. В темное время суток и в тумане ваши фары должны светить безупречно, а стекло – быть чисто вымытым. Любое движение, темный силуэт у дороги, блеск глаз могут оказаться крупным животным. В темноте все, почему вы сможете опознать лося – это светящиеся глаза. Лось – животные непредсказуемые. Не сигнальте, не включайте свет и не пытайтесь прогнать лося с обочины, если он близко. Скорее, есть вероятность, что кинется вам на перерез, чем обратно в лес. В случае, если произошло дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на животное, неважно, будь то дикое животное, либо домашнее животное, составляется административный материал и проводится определенное расследование, по результатам которого уже определяется, что послужило причиной совершения данного дорожно-транспортного происшествия. Допустим, если это был скот домашний, то уже можно привлечь как водителя, так и погонщика скота. Что же делать, если вы все-таки наехали на животное? Окажите помощь пострадавшим, если таковые имеются. Вызовите скорую. В состоянии шока можно не заметить серьезных травм. Вызовите ГАИ для оформления ДТП. Возмещать ущерб за разбитый автомобиль вам никто не будет, если у вас не каска. Но и на разбитом автомобиле без ведома ГАИ ездить чревато. Это будет считаться самовольным оставлением места ДТП. Не пытайтесь забрать сбитое животное с собой, неважно с какой целью. Это может рассматриваться как незаконная охота, за что предусмотрено административное правонарушение и штраф. Увидев лося вдалеке, сигнальте. Дайте знать другим водителям об опасности. Эта улочка всегда в центре внимания. Здесь сосредоточились последние образцы деревянной Рязани. Той самой, которую так пытались сохранить историки, краеведы, градозащитники. Предложений было немало, вплоть до организации музея под открытым небом и перевода улицы в пешеходную зону. Но реалии жестокие и милые сердца многих. Облик Рязани резной постепенно угасает. Собственники так и не принялись за восстановление разбитой деревом крыши пряничного домика из усадьбы Попова. Недавно умер хранитель улицы 90-летний Анатолий Турбин, который жил в соседнем домике. Именно он добился охранного статуса усадьбы. Но городские власти в этом году решили преобразить улицу и начали реконструкцию дороги и тротуара. Благодаря чему из-под земли возникли каменные глыбы с историей. Экскурсоводы знают, что здесь как раз возле этого дома сохранились так называемые каменные тумбы, которые когда-то отгораживали тротуар от мостовой, соответственно. То есть такие парковочные столбики, скажем так, чтобы телеги не заезжали на тротуары. То есть мы об этом знали и все время, когда приводили сюда экскурсии, я всегда эти столбики показывала. Другое дело, что они были скрыты в траве и иногда, если не обратишь внимания, кажется, что это просто какие-то камни, которые лежат. Вес этих тумб 200 килограмм. Волонтеры из Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сумели полностью достать из-под земли лишь одну. Осталось поднять еще пять таких тумб. Одна из них требует срочного вмешательства, иначе ее замостят плиткой. Волонтерам необходима помощь с участием техники. Это возможно сделать быстрее и проще. Адский труд на самом деле очень тяжело физически. И справились они только с одним столбиком. Остальные по-прежнему пока еще в глубине. Хорошо бы было, чтобы помогли как-то техники, администрация города, спонсоры, чтобы эти столбики вытащить, выровнять, чтобы они уже во всей своей красе предстали здесь, на этой старинной улице. В настоящее время на улице Щедрина укладывают тротуарную плитку. Исторические объекты не демонтируют, но и не приводят в порядок. Такие столбики были характерны для городской среды 19-го, начала 20-го веков, но сохранились только здесь. Рязанские защитники памятников истории боятся, что старинные тумбы могут навсегда скрыться под новым покрытием. Поэтому приглашают единомышленников помочь. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В прежние времена на восточной границе своего ареала эта птица повсеместно встречалась в Рязанской долине реки Аки. Но за последние столетия популяция практически исчезла. Сегодня встретить Аиста на территории нашей области – большое счастье. Проект, во-первых, общественный, он объединяет людей неравнодушных к теме птиц, к теме природы, бережной отношению к ней. Мы, как Комсомольская правда, которая выступила оператором этого проекта, мы объединили вместе бизнес, объединили ученых. Бизнес позволил получить спонсорские деньги на реализацию этого проекта. Ученые поддержали, соответственно, и мыслью, и методикой, и программой. Объединив все вместе, мы получили вот этот центр реинтродукции белого Аиста на Рязанской земле. Главная задача центра – сформировать группировку Аистов на Рязанской земле. Здесь, в долине Аки, существуют прекрасные кормовые угодья. Об этом свидетельствуют орнитологи. В феврале прошлого года в дом белого Аиста доставили первых обитателей. Шестеро Аистов, попавших в питомник из-за травмы, оказались в Калужском доме Аиста, а оттуда приехали к нам. Их уже выпустили. Наблюдения показывают, что как минимум несколько из них поселились неподалеку. А это большое достижение. Теперь в Рязань приехала семейная пара. У них уже появились птенцы. Это семейная пара, которую мы привезли из Пскова, с берегов Чудского озера, Георгия и Руслана. Здесь, именно на Рязанской земле у них впервые появилось потомство. То, что никак не получалось делать на земле Псковской, с первого раза появилось на земле Рязанской. В этой замечательной семье выросло двое детей. Мы пока не знаем их пол, не знаем, кто мальчик, кто девочек, или может двое мальчиков, двое девочек. Эти «орлы», в кавычках, можно сказать, стоят у меня за спиной. На сайте «Комсомольской правды» можно выбрать имена для первых рязанских аистят. Орнитологи тем временем трудятся над тем, чтобы птицы спокойно могли оказаться в диких условиях и выжить. Сегодня на аистят надели трекеры, благодаря которым можно будет отследить геолокацию, в какой бы точке мира ни оказались малыши. Марина Ковисарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Имя московского коллекционера и искусствоведа Валерия Дудакова известно в высоких профессиональных кругах далеко за пределами страны. Эксперт мировых аукционов, поэт и писатель, популяризатор русского искусства, он один из ведущих собирателей произведения «Авангарда» начала 20 века и второй волны «Авангарда» 60-х годов. Работ так называемых художников-нонконформистов. Большинство этих художников не были диссидентами. Вовсе нет. У них было как бы три идеи, три принципа, три требования. Первое – это искусство, которое должно быть независимо от официальных властей. Второе – это возможность выставляться, которое им не давали. И третье – зарабатывать какие-то деньги официальные, чтобы их покупали и музеи, и частные лица. Но не все это правильно происходило. Поэтому здесь это искусство в основном художников, которые были противопоставлены официозу, но не советской власти, подчеркиваем. В уникальной коллекции, которую Валерий Александрович собирает уже более полувека, вошли работы практически всех представителей советского андеграунда – произведения, которые противостоят академизму и соцреализму. В советское время подвергались критике, их обвиняли в формализме. Работы не выставлялись в музеях и галереях и расходились по частным коллекциям. Пожалуй, самое важное, что это художники, которые себя нашли прежде всего после войны и продолжали это до самой смерти. И в 70-е, и в 80-е, и в 90-е. Большинство из них было моими друзьями и ушли они совсем недавно. Так что скорее это все-таки искусство не авангарда, а это искусство, которое было неофициальным, а антиофициальным и пропагандировало свободу творчества. Вот это все. Искусствовед задумал открыть в Москве. Помещение для непокорных уже готово. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Андреевский Корректор А.Кулакова